Мир вам! С вами мастер Любомир Богоявленский. Сегодня уникальный день. 20 сентября 2020 года. В эзотерике этот день считается днём суда. Я решил это видео записать на русском языке, потому что много моих телезрителей не знают родного моего украинского языка. Когда я рассказываю какие-то лекции, читаю, теоретические аспекты даю, каких-то, скажем, своих размышлений, теорий, научные лекции по психологии, философские рассуждения, говорю на украинском языке, как дипломированный психолог и философ, аспирант, то естественно, что мои телезрители, они могут, даже русскоязычные, более-менее понять смысл. Но сегодня я дам практику. Я благодарен очень мастеру Моргане Ирине Позняковской, которая моя муза, она меня очень вдохновляет. Когда я вижу реальных мастеров, которые глубочайше, сильны в познаниях эзотерических, философских наук, как карты Тару, например, духовных практик, то я, естественно, с огромным уважением отношусь к таким людям. Потому что мастерство человека определяет его личность. Если мы сильны и углубляемся в своей специальности, профессии, либо в каком-то эзотерическом искусстве, философских рассуждениях, то мы вызываем уважение своей личностью, силой личности, своим целеполаганием, своей целеустремленностью, силой воли и так далее и тому подобное. Поэтому мастеров я очень уважаю. И Моргана – это уникальный мастер. Для меня это духовная мама. Человек, который очень меня воодушевляет, вдохновляет. Ну и второй мой такой уникальный человек, женского пола, моя муза – это Веринея Валентина Николаевна Никитенко, мастер светлых практик беломагийных. Ну вот Моргана, она как мастер Таро, сильнейший практик. Она сегодня записывала уже видео. Можете зайти на ее страничку Ирина Позняковская в Фейсбуке. Ну я не даю ссылочку в описании, но вы можете просто в моих друзьях ее найти, ввести в поисковик Ирина Позняковская Моргана, Моргана Злата, и вы найдете ее в интернете. То она дала прекрасное видео, где она рассказывает о сегодняшнем дне суда, о дне силы, потому что высокосный год, 2020 год – это год смерти. Каждый год в традиции и верованиях наших предков он имеет какой-то смысл для человечества, потому что наши предки, язычники, первобытные племена, они жили в, скажем так, очень мощной гармонии с природой, я бы даже так сказал. Они были слиты с природой, и каждый год они наделяли каким-то свойством. И эти годы и шли циклические, они менялись, и предки верили, и древние культуры, которые уже традиции, цивилизации, которые отошли и вавилонская, и египетская, и шумера ассирийская, и другие разные вот эти культуры, они верили, однозначно, и жрецы, и ученые, в то, что каждый год он имеет свои вибрации и энергии. И он имеет какой-то каждый год сакральный смысл для человечества, где мы должны какие-то уроки вынести, те, кто остается в живых. И 2020 год, который оканчивается на ноль, это год смерти. И при том, что это судный год, потому что в картах Таро, которые символизируют собой путь человека, двадцатка – это аркан страшного суда, суда высших сил. И 2020 год для нас человечество символизирует собой то, что мы понимаем, что мы люди не являемся всемогущими властелинами жизни и всего на свете, что есть определенные высшие силы, которые стоят над нами. И это год, естественно, смерти, когда многие умирают, люди, эпидемии вот этой чумы коронавируса, я бы так сказал. И, естественно, что дни силы в этом году, они тоже преисполнены особым смыслом, особым значением. Каждый год есть осенние равноденствия, весенние равноденствия и колдовские праздники. Каждый год практически немножко число вот этого осеннего равноденствия, оно меняется. То есть древние верили в то, что сам год, он разделен на фактически вот таких четыре периода, где есть четыре правителя, этими божества, да, боги, правители этих периодов. И энергия, которая вообще все живое, это определенная энергия, да и физика, думаю, я не силен в физических науках, но учит об энергии, там интересные свои учения. И психология, как психолог дипломированный, Зигмунд Фрейд и психоаналитики учили, что наше бессознательное, оно является, в первую очередь, энергией, психической энергией. Благодаря энергии мы ходим, мы мыслим, вот, и это факт. Так вот, предки верили, что энергии меняются. Они меняются в зависимости вот от этого равноденствия, потому что мы энергетически хотим, того не хотим. Мы связаны с космосом и со стихиями. Это и Солнце, это и Луна, это другие вот наши светила, которые влияют на всю жизнь на Земле. Какой это мой аргумент? Когда космонавты летят в космос и там нет притяжения планеты Земля, то у них начинают деформироваться кости. И начинается много проблем, потому что человек, он очень сильно связан с Землей, а также связан с нашими небесными светилами. Наша психика, наши состояния психологические, даже мы видим психические расстройства, часто связаны с циклами Луны, с циклами Солнца, когда идут приступы обострения, когда сознание возвращается. Всё это очень интересно и очень серьёзные философские, глубокие темы. Я, как дипломированный психолог, рассматриваю магию и все вот эти техники, которые никогда на 100% в принципе не действуют, но это мощная психотерапия души человека. Психотерапия практическая, которая помогает нам. Естественно, болезни лечат врачи и медики, но психологи работают с душой. И практическая психология – это и церковные стояния, и церковная молитва. И естественно, что мы имеем свободу и право верить в то, что мы хотим. Главное, чтобы наша вера не несла разрушение и деструкцию другим людям. И я, как философ, как психолог, который практикует определённые эзотерические традиции, оккультно-мистические, как психотерапию души и своей, и окружающих людей. Я хочу, чтобы этими знаниями, техниками, авторскими с вами делиться, мои дорогие. И если кому-то из вас это поможет, как помогает мне, для того, чтобы душа не болела, чтобы состояние улучшалось, то я буду счастлива. Ну, я не даю никому гарантию 100%. Поэтому расценивайте мои техники и мои скромные знания, как именно психотерапию души. Когда вы, пребывая в этом мире, не имеете кто-то с судьбой. Ну, у вас несчастливая судьба. И рационально, и так, и так уже поразмыслили, а ничего не получается. Либо человек с высшим образованием, а он на грани суицида. Ну, вроде бы, и хорошо мышление работает, а жить не может. Вы не можете найти вторую половинку. Вас предают окружающие люди. На вас напастье. Постоянно непонятно, почему на вас обрушивается горе, на вас обрушиваются беды, и несправедливость побеждает справедливость. И этому нет ни конца, ни края. Вы как прокляты. Да многие из вас по родовым каналах прокляты, ровным счетом. Вы этого можете не понимать, но родовое проклятие – это реальность. И так просто это не снимешь. Это нельзя так просто снять. А инвалидности, которые генетически передаются, программируются. То есть все это – вызовы для каждого человека, который живет в этом мире. Где в любой ситуации, которая есть у нас, ни с того, ни с сего хорошей ситуации, может в один момент все разрушиться. И человек находится в экзистенциальной, психологической ситуации выживания. И вдруг школьные знания, которые так нам необходимы, научные знания, потому что если у нас наука, я всегда пытаюсь своих всех клиентов переводить в научную плоскость, но вдруг все начинает разрушаться. И человек остается один. И вдруг он понимает, что он никому не нужен ровным счетом в этом мире. И что делать в этой ситуации? Он бежит к мошенникам в большинстве случаев, к кем-то аперистам, которые его добивают до ручки. Человек обманут, он разрушен. И нужно, чтобы он вновь ожил и воскрес, возродился психологически. Как запустить вот этот механизм саморегуляции нашей психики, чтобы наша личность не потеряла целостность, потому что личность, ее свойство холизм – целостность. Вот для этого, на мою субъективную точку зрения, как психолога, эзотерика, таролога, существуют вот эти дни, назовем их силы, в которые мы проводим обряды, ритуалы. Ну, не давая никому 100% гарантию и не самообманываясь, что там мы тоже вот с человеческом пальцем все поменяли чудесным образом. Но нам психологически становится хорошо. Легко. Мы ощущаем защиту. И вот мир структурируется, хаос отступает после этих слов и молитв. И мы живем дальше. Ну, вот, я не претендую на истину последней инстанции, но хочу с вами поделиться. Сегодня день суда. 23 двадцатки. Потому что 20 сентября. Девятка – это число дьявола. Шестерка перевернутая. В зеркале она становится девяткой. Вот такой очень мощный день. И высокосный год. Плюс 20-20. Вот, 2020 год. Поэтому в этот день либо есть еще другие. Хорошо ставить себе защиты, проводить чистки. И очень мощно очищать себя от всякого негатива. От видимого, которое мы как люди видим. И невидимого. Потому что мы же не знаем, кто улыбается нам, а за глаза нас проклинает. Желает смерти, зла. Либо что-то еще хочет плохое нам сделать. Потому что в труде уникальном «Мы и смерть» Зигмунд Фрейд генерально раскрывает природу человека. О том, что в принципе, он говорит, все мы люди – это потомки убийц. Потому что наши предки были безжалостные убийцы. И только уже с цивилизацией, с культурой, вот это ужасное убийство систематическое всего окружающего немножечко стабилизировалось. То есть это в природе людей. И поэтому вот постоянно криминал возникает и возникает, когда человек регрессирует, переходит в каких-то состояниях измененных сознания в состояние предка-убийцы. Вот интересная концепция Фрейда идет. И тогда убивает людей. Поэтому нельзя нам пить алкоголь, принимать наркотики. Потому что мы должны помнить, что наши предки были жестокие убийцы. И вот это зло по Фрейду в природе человека. Но мы стремимся к человечности. Не убей, говорит заповедь. И мы выполняем ее. Потому что жизнь человека бесценный дар. И вот чтобы вы все жили, я хочу поделиться с вами авторской уникальной техникой. Эта техника уникальна. Она проводится в День Силы. Вот сегодня день суда. Судный день. Это магия Тару. Я поделюсь сокровенным своим тем знанием, что у меня есть. Тем уникальным заклинанием, которое очень хорошо работает. Что вам необходимо? Вам необходимо либо смотреть это видео. Если есть возможность, возьмите Аркан Тару. У меня это моя колода «Мистический путь гели». Тару черта Любомира Богоявринского. Страшный суд. Берите любую колоду Тару. Ставьте две свечи. У меня здесь, чтобы воск не капал, я взял такой листик на подсвечник. Белую свечу, либо церковную свечу, светлую свечу. Ставим вот в голове этого Аркана. Здесь может черная быть ткань. А может и не черная быть ткань. В принципе, здесь может быть и белая. Как вам удобно. Зажигаем свечу светлую. На ней она более большая получается. Черная потихоньку у меня догорает. Сейчас как раз я прочитаю заклинание. Нормально, она еще горит. Ставим в ногах этого Аркана. Только так, чтобы на Аркан не накапало. Очень аккуратно это делайте. Кто хочет, возжигая где-то сбоку благовонную палочку. Я люблю возжигать. Они очень вот эти запахи очищают тоже, как чистку. Но это не суть важно. У кого нет такой возможности, просто смотрите на сейчас мои свечи. И повторяйте за мной заклинание. Там, где раб будет слово, если вы женского пола говорите раба, я буду называть Любомир, а вы называйте ваше имя. Это заклинание читается раз в день силы. Желательно это сделать до полуночи. Ну, а в идеале до восьми вечера двадцати минут, но можно и до полуночи, покуда вы еще есть двадцатое сентября две тысячи двадцатого года. Есть еще другие дни силы, когда это можно делать. Делается раз в год. Это и защита вам, которая на год будет вас защищать от всякого зла. И также это мощная чистка, которая очищает вас от суда неправедного, от суда злого людского, от всяких родовых вот этих отягощений, и проклятий. Итак, я читаю сейчас заклинание. Вы можете смотреть на вот эту светлую свечу, потому что черная у меня потихоньку догорает. Делюсь с вами техникой. Во имя всемогущего в конце всех времен суд свершится, книга тайная отворится, тайною всех тайно заклинаю, от суда неправедного себя очищаю. Высшая сила, услышь глаз мой, раба твоего любомира, от мук адовых меня защити, от напастей и бед обереги, душу мою исцеляй. Так на свечу черную, иди, мука проклятая, мука нестерпимая, мука бесовская, суд людской неправедный, на свечу черную, адовым пламенем пылающую, душу мою очищающую, уйди, изыди, сгори, ты свеча светлая, свеча райская, свеча божия, заступница ангельская, светом всевышнего меня защищай, от суда сатанинского оберегай, если черная молва обо мне пойдет, то меня не найдет, господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, грести, от суда страшного меня сохрани, кто скверно меня станет изводить, того суд божий будет судить, коль порчины меня пустятся, то страшный суд за меня заступится, на год сотворину сию замыкаю, судом божиим душу свою защищаю, черная свеча, щит сатанаила, светлая свеча, щит элогима, аминь, аминь, аминь. Вот эти слова силы это программа, которая сейчас установилась уже. Теперь вы можете, посмотрев на черную свечу, сказать вашими словами о том, о чем болит душа, ваше прошение. Вот я вам даю пример. Высшая сила. Пусть прогорит и сгорит всякая клевета, ложь, обман, которые на меня в 2016 году в Москве пустили клеветники на битве экстрасенсов. Пусть вся вот эта брехня, клевета, ложь, обман, сгорит, прогорит, уйдет небытие и пусть суд Божий восторжествует над судом сатанинским зным неправедным. И смотрим на светлую свечу и просим Господи всемогущий Бог, светом Всевышнего, светом свечи, я прошу тебя и даете ваше прошение. то, что вы хотите, чтобы свершилось праведного и доброго, ну не просите зла. Если высшая сила расценит ваше прошение как зло, то оно не сбудется, если это будет несправедливо. Я сейчас шопотом скажу, что я прошу. Пусть добро и справедливость восторжествует, а зло посрамится. Аминь, аминь, аминь. Вот вашими словами вы еще сказали программу. Можете посидеть, посмотреть на пламя свечи. У черной свечи у меня уже прогорает. Мы все успели с вами сделать. Очень хорошо. Поэтому сейчас была психотерапия нашей души. Психотерапия от зла людского, от суда неправедного, от всякого всякого негатива. Ну, я хочу, чтобы всех вас хранила высшая сила. Если нет возможности зажечь свечи, у вас есть это видео за мной, повторяйте слова. Скажите ваши просьбы. и пусть пребудет с вами высшая сила. Раз в год в дни силы это желательно делать. В этом году вот такой день суда это 20 сентября 2020 года. Ну, а если есть возможность вообще у вас, то берите любой аркан Тару страшный суд, зажигайте свечи, заклинание у вас есть, можете прослушать это видео, повторе, его себе записать и прочитать. До 8 вечера 20 минут лучше это сделать, провести, либо же до 12 ночи. Но есть еще другие дни силы. А когда эти дни силы, ну, это уже вопрос индивидуальной консультации. мои дорогие, будьте благословенны, я поделился с вами своим сокровенным знанием, хочу, чтобы вы были здоровы, счастливы, чтобы в вашей жизни не болела душа и было все хорошо. Мира, любви и добра, с уважением, ваш мастер, Любомир Богоябринский, до скорых встреч. Продолжение следует...